Всем привет! Днепр на связи 6 сентября 9.36 И вот у нас начался очередной сигнал воздушной тревоги Вновь сообщают о выходе баллистических ракет Перед этим тоже был сигнал воздушной тревоги с небольшой передышкой Были выходы баллистики в сторону Полтавы и Полтавской области Звучали взрывы, такие дела Вся ночь с собой являлся тоже сплошной сигнал воздушной тревоги Который вырубился где-то в районе 6 утра При этом звучали взрывы в области Синельниковский район, Павлоградский район, Криворожский район Да, и у нас в городе что-то мощно бабахнуло Сообщали о работе ПВО Но что интересно, взрыв был характерный, мощный И слышали многие районы, которые, скажем так, находятся друг от друга достаточно далеко Вот такие, друзья, дела Глава областной военной администрации Сергей Лысак Рассказал нам о том, что в течение ночи наносились удары по разным районам нашей области Указал на то, что в Никопольском районе били беспилотниками, тяжелой артиллерией И реактивными системами залпового огня ГРАД В самом Никополе есть пострадавшие Это мужчины 62 и 65 лет Также повреждено 11 частных домов, гараж, два автомобиля и лодка Задета линия электропередач и газовод Криворожский район указывается на то, что был направлен дрон Камикадзе Из-за этого в одном из населенных пунктов поврежден частный дом Обошлось без пострадавших Громко было также в Павлоградском и в Синельниковском районах Там возникло несколько возгораний О, тревога забыла В Синельниковском районе уничтожен сарай И разбито около 10 частных домов Подозреваю, что, скорее всего, это связано с работой Мобильных огневых групп сил ПВО По беспилотникам, которые там летали Ну, что делать? Вновь сбивали над домами Никуда от этого не деться Что еще, друзья, у нас по информации? Глава областной военной администрации Сергей Лысак Также рассказал нам о том, что В небе над областью была сбита Одна крылатая ракета Также пять беспилотников Среди них и разведывательный Далее, друзья В Павлограде горел отель-ресторан Скрыня Да, сундук Связано ли это с боевыми действиями Не указывается Но Вместе работали спасатели Горела территория отельно-ресторанного комплекса Указывается на то, что Горела альтанка, которая Находится отдельно от самого комплекса И Внешняя стена административного строения На территории комплекса Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров Пожар смогли побороть Вследствие Такого действия Погибших и пострадавших нет Что еще, друзья Дипстейт со ссылкой на бойцов Азова Сообщает, что силы обороны Восстановили позиции в Нью-Йорке Не Липовке И возле Липцов Бойцы Азова сообщают, что В Нью-Йорке им удалось стабилизировать ситуацию Вернуть под контроль части города И деблокировать силы обороны Которые находились во вражеском окружении Далее, друзья Новости, которые мы заслужили В 19-миллионном пакистанском городе Карачи Открыли торговый центр Но В этот же день его пришлось закрыть Потому что через 4 часа Люди полностью его ограбили Торговый центр должен был стать Одними из самых больших в стране Ну, маемо, шо маемо Далее, друзья Ночью Ну, вернее, там днем Ситуация на странице команды Трампа В инстаграм После вчерашнего заявления Путина о том, что их фаворитом был Байден России А поскольку его сняли, то рекомендовали поддерживать Гаррис Значит, и мы ее будем поддерживать У себя на странице Трамп разместил фотографию на фоне российского флага Гаррис и Путин И написано, что Спонсируется Владимиром Путиным Вот так вот Трамп решил поступить и сказать, что вот Гаррис это ставленница Кремля Вот такие дела Что творится Далее, друзья Никогда такого не было и вновь опять Полицейский торговал проститутками и амфетамином в городе Кривой Рох Мужчина лично проводил отбор кандидаток Разговаривал с девушками Завлекал их в этот бизнес Возраст от 18 до 35 лет И возил их клиентам в комендантский час Прикрываясь служебным удостоверением Каждый месяц доход на трех бизнесменов У него еще было два поддельника Составлял полтора миллиона гривен При обыске у полицейского в телефоне нашли также сцены сексуального характера с детьми Теперь мужчинам светит 10 лет лишения свободы Ну, конечно, я думаю, что они свои для системы Поделятся, все забудут Кто там будет отслеживать Сел, не сел, где он находится Что еще, друзья Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что 20 из 40 миллиардов гривен Выделенных на строительство фортификаций для энергообъектов Заморожены Нужно жестко спрашивать у чиновников Почему ограничились установлением сеток на энергообъектах Но не обеспечили защиту от ракет Спрашивает депутат Мы бы и сами спросили, почему мы сидим без света Таки да, комментарии о том, что это Россия виновата Российские ракеты-беспилотники атакуют энергообъекты Критическую инфраструктуру Эти комментарии, конечно, хороши Вы молодцы Вы работаете, следите за ситуацией Мыслите, но То, что выделены сумасшедшие деньги на обеспечение безопасности То, что можно где-то защитить, где-то перенести Где-то подумать наперед Этого никто ничего не делает Так ли страшен внешний враг Как внутренние крысы Которые продолжают разрывать страну изнутри Ища любые пути Обогатиться за счет налогов населения За счет денег, которые должны выделяться Для обеспечения жизнеспособности Незащищенных верст населения И так далее Мы же не заставляем энергообъекты Защищать на пенсию в 2700 Правильно? 40 миллиардов гривен Это не маленькие деньги Ё-моё Вот такие дела Далее, друзья Сводка по Харькову Взрывы, кстати, ночью звучали в Харьковской области В Сумской Опять же, в Полтавской Ой-ой-ой Сколько всего звучало И сводка по Харьковской области Заставляет задуматься Указывается, что Богодуха В следствии обстрела Горела трава и лес Пострадавших нет Залезничная В следствии обстрела Горела трава На площади 10 тысяч метров квадратных Повреждена линия электропередач Купенск В следствии обстрела Горела два сарая на площади Пострадавших нет При этом сообщается Что уже утром был нанесен новый удар Горели жилые дома Без пострадавших Суповка Открытая территория В следствии обстрела Горела трава Россия продолжает Уничтожать траву И все, что с ней связано Синькова В следствии обстрела Горел сарай И трава Пострадавших нет Черкасская Лозовая В следствии вражеского обстрела На открытой территории Горела трава Да сколько можно Уничтожать траву Циркуны В следствии обстрела Горел один частный дом И два сарая Пострадало двое людей. Повреждено еще 4 частных дома. Богуславка. Открытая территория. Вследствие обстрела горела трава на площади 0,5 гектара. Московка. За пределами. Вследствие обстрела горела трава на площади 2 гектара. Новоосиновая. Вследствие обстрела горела трава. Стецковка. За пределами горела трава площадь 1 гектар. В следствии обстрела Творичанской громады, село Касьяновка, горела трава на площади 1 гектар. Шейковка. В следствии обстрела поврежден частный дом, пострадавших нет. На Харьковском направлении было 7 боевых столкновений. Силы обороны отбивали наступление россиян недалеко Старицы и Волчанска. Ой-ой-ой, вот такие, друзья, дела. Что вы думаете по этому поводу? Это была официальная сводка от областной военной администрации Харьковской области. Горела трава. Россия продолжает уничтожать траву. Сколько это будет длиться? Остановитесь. Далее, друзья. Люботын. Люботын, как правильно? Люботын, наверное, да? В Харьковской области зафиксировано несколько прилетов. Об этом сообщил городской глава. По его словам, есть повреждение частных домов. Это уже утром случилось. Далее, друзья, что у нас? А у нас в квартире ГАЗ. А у вас? Сырский дал интервью CNN. Что же он рассказал? Он сказал, что Украине удалось остановить продвижение РФ на Покровском направлении. Генерал обозначил, что за последние 6 дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Мы избавили их возможности маневрировать и разворачивать их силы подкрепления с других направлений. И это ослабление, безусловно, чувствуется в других областях. РФ планировали совершить новую атаку на Украину с Курской области до момента, пока Украина не вторглась в Курскую область. Одна из задач Курской операции – поднять боевой дух ВСУ и украинцев. РФ перекинуло десятки тысяч войск под Курск, в том числе некоторые с лучших своих десантно-штурмовых войск. Мобилизованные проходят меньшее количество подготовки по времени, чем хотелось бы главнокомандующему, то есть президенту. Но динамика на фронте требует как можно больше перебросок новых сил. Набор большего количества солдат есть приоритетом. Ну что, подтверждает, по-моему, свою погремуху мясник, а? Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, друзья. При этом нам говорят, что мобилизованные по три месяца учатся и все нормально. Опа-па, сырский проговорился? Или нет? Или что это? Что это было? Вот такие, друзья, дела. Все, тревога продолжается. На этом будем заканчивать. Страшно, буду идти в укриття. В больницу надо ехать. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких. Помните, что Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Всем пока-пока.